Миш, скажи, а ты бы доверил лечение своих дочерей не детскому педиатру, а семейному доктору? Это, конечно, нет. Я просто знаю одного гинеколога, который стал семейным лекарем. Какой же он педиатр? Педиатр – это человек в узкой специализации. Вера ему больше, конечно. Он же педиатр, а не гинеколог. Извините, я просто вспомнил анекдот про гинеколога. Ну, в общем, жители Днепропетровщины с тобой солидарны. Детский доктор – это отдельная ниша в медицине. Но вот такого врача в огромном райцентре днем с огнем не сыщешь. Как гинекологи и аптекари спасают детей? Ответ на этот вопрос искал наш возмущенный Женя Педошенко. Абзац в Магдалиновке. Магдалиновский район Днепропетровской области с населением 37 тысяч остался без единого врача-педиатра. Последний уволился еще этим летом. Теперь, чтобы спасти тяжело больного ребенка, родителям приходится ехать за 70 километров в областной центр. Сегодня я приехал на место разобраться, кто же сейчас ответственен за жизнь и здоровье детей. Целая поликлиника и все детское отделение Магдалиновской районной больницы без педиатров. Да что же это за абсурд? Родители в панике. Куда бежать, если у ребенка рвота, судороги или температура под 40? Я приехала недавно с двумя детьми, не было ни одного семейного доктора, не было ни одного педиатра. У ребенка был обильный понос и рвота. Мы подъехали на скорую, на скорой нет ни медикаментов, ни уколоть нам не смогли, ничего. Мы вызвали на дом доктора-гинеколога, который нам до пол первого оказывал помощь. Да, вы не ослышались. Теперь в Магдалиновке детей вынуждены лечить все, кто имеет хотя бы отдаленное представление о педиатрии. И хорошо, если этот человек с высшим медицинским образованием, а не обычный продавец в аптеке. Кто хочет, какие лекарства такие приписывают. Дуже страшно. Мы в аптекаре советуемся, какие лекарства надо дать. Это не аптекарь, кто сейчас знает, чем сейчас на приеме. Руководство больницы дает всем родителям формальный совет. Если ребенку совсем плохо, везите его в Днепропетровск. А это, на секундочку, 70 километров по убитой дороге. Юля – одна из тех, кому довелось пережить этот кошмар. Своего пятилетнего ребенка она еле довезла живым. Мне рассказали, что еще год назад здесь было несколько врачей-педиатров. Кто-то ушел в декрет, кто-то уволился, не выдержав кабальной нагрузки. В итоге детских врачей не осталось. И я хочу лично убедиться, что в этом большом трехэтажном здании нет ни единого специалиста, кто мог бы проконсультировать ребенка. Я возьму буквально на 10 минут вашу замечательную девочку. Мы попытаемся найти здесь детского врача. Походишь со мной? Пойдем. Заходи. У вас детская регистратора, а куда с ребенком? Куда идти с ребенком? До семейного врача. А педиатр? Понимаю. Ну что ж, нас отправляют к семейному врачу. Посмотрим, насколько он готов оказать помощь ребенку. Здравствуйте, а вы семейный врач? Да. Ну а вы можете решить проблему, если это связано с ребенком, с грудным ребенком? Вот вы как семейный врач? Могу. Я могу, потому что я обучался. Но это же неправильно вот тут. Это неправильно. Семейные есть семейные. Дети, они смотрятся, но все равно, даже когда консультации пишут педиатры, нема до кого. Лично я своего ребенка врачу общего профиля побоялся бы доверить, поэтому продолжаю поиски квалифицированного педиатра. Так, ну вот здесь на дверях написано детское отделение. Заходим. А здесь пустота. На голос выходят люди. А в детском отделении есть врачи? Нет. Нету? Нет. В огромное отделение здесь ни одного врача? Нет. Он пустой, да никого нет, закрытый. На данный момент мы закрыты. Согласитесь, не каждая больница может похвастаться таким большим детским отделением. Но сегодня здесь остались лишь медсестры. Ну просто отделение призрак. Пустые палаты, свернутые матрасы, запрятанное до лучших времен оборудование. Очень тяжело смотреть на все это, потому что здесь все пустует, ничего нет. Здесь у нас аппарат встает, который мы делали детям ингаляцией. Это так необходимо для деток. Когда детки задыхаются, им нечем дышать. Сейчас все пустует и нечем детям оказывать помощь. Ругаются родители, и мы со слезами на глазах тут сидим. Ну а что мы можем сделать? Ну что-то же должно делать хотя бы руководство больницы. Иду к главврачу. Пусть расскажет, что лично он сделал для восстановления педиатрической помощи в районе. Мы справляемся с этим. Но это же неправильно. Вы готовы на себя брать ответственность все время за жизнь ребенка, при том, что это не является вашей специализацией? Ну как бы мы давали клятву Гиппократа. Мы обязаны оказывать помощь. Клятва клятва, и вы обязаны. Это все понятно. Но вы не имеете для этого, может быть, каких-то, да, будем говорить откровенно, каких-то знаний. Я согласен, да. Мы информировали и департамент охраны здоровья о нашей ситуации. То есть там тоже как бы пошли нам навстречу. И по возможности, если будет какой-то педиатр или местный, или же из зоны АТО, и этот человек будет направлен к нам. Звучит, ну, очень обтекаемо и скорее похоже на отговорку областных чиновников. Мои мысли подтверждает и глава местного поселкового совета. А почему вы сами не можете на облздрав повлиять? Это что, это такая какая-то структура очень закрытая? По опыту имею, что все областные структуры, вот такие на все письма Магдалинской службы, обычно даже не отвечают. Ого, как чиновники хорошо устроились. Сидят там в своих ортопедических креслах и даже пальцем не хотят пошевелить. Надеюсь, присутствие камер их хоть как-то растормошит. Помогут ли с кадрами Магдалиновской районной больницы? С этим вопросом я иду на самый высокий уровень. Департамент здравоохранения Днепропетровской области. Администрация для того, чтобы район жил, процветал, привлекает к себе врачей. При этом, давая квартиру, давая земельные наделы, люди там остаются. На сегодня администрация эти вопросы не решает. На сегодня, чтобы приехал педиатр, ему могут предоставить комнату в больнице. Это похоже на какой-то замкнутый круг. Формальность сквозит в каждом слове чиновниц. Но решение проблемы я никак не могу услышать. Мы создали возможность на первичном уровне. Смотрят врачи общей практики семейной медицины. Мамы боятся обращаться к врачам общей практики. Он может решать вопросы, связанные с болезнью грудного ребенка? Может. Больше педиатра, ну, до этого не допускать. Лучше, конечно, если это будет делать педиатр. Вам не страшна вот такая ситуация? То есть вы считаете, что ситуация контролирована? Да. Что вы делаете конкретно? Мы приказом перенаправили госпитализацию детей до первой больницы города Днепропетровска. А дальше вообще посыпались обвинения. На сегодня вы лоббируете чьи-то интересы, которые... Интересно чьи? Интересы детей мы лоббируем? Комментарии закончены. И чиновницы поспешили укрыться от неудобных вопросов в своих кабинетах. Все, спасибо, Руслан. А, я извиняюсь, мы же сами не решили проблему. Такое равнодушие я просто так оставлять не собираюсь. Иду непосредственно к директору департамента здравоохранения области. И вот тут, наконец, получаю вменяемый ответ. Вы не сможете этот вопрос как бы взять под свой контролер? Конечно. В деталях мы сегодня изучим, что мы можем сделать. Может быть, из близлежащих каких-то районов или каким-то образом. Вероятно, встретимся с администрацией, услышим их мнение. Попробуем их убедить в том, что нужно заботиться о специалистах. Я думаю, что мы найдем, я скажу, поразумение. Меня заверили. Уже завтра в Магдалиновке будет врач-педиатр. Пока что один. И в поликлинике. Поверьте, я проконтролирую эти обещания.